Андрей Белянин Книга – классическое произведение про попаданцев «Параллельный мир». Сюжет крутится вокруг молодого человека Андрея, который, собственно, волей судьбы, волей выбора оказывается в параллельной вселенной, где живут такие же люди, но плюс к ним присоединяются всякие ведьмы, вампиры, вурдалаки и так далее. И, собственно, Андрей хочет вернуться домой, но для того, чтобы это сделать, ему надо по классике жанра сразиться с главным злодеем, который сможет его вернуть, точнее убийство этого злодея, поможет ему вернуться домой. Чем же отличается эта книга, собственно, от всего того многообразия, который можно встретить на полке? Пожалуй, это тот невероятный язык, которым написана книга. Он вкусный, он обворожительный. Ты начинаешь читать эту книгу, и она тебя затягивает с самых первых строчек. В нем писатель, а как бы вся книга написана как будто бы от лица самого писателя Андрея, все написано таким образом, что он, по большому счету, выстебывает и высмеивает само понятие попаданца в мире. То есть он где-то в части книги пишет о том, что, грубо говоря, самый классический попаданец, перемещенец в параллельный мир всегда должен обладать либо какими-то невероятными знаниями в науке, либо какими-то там сверхъестественными силами, либо каким-то супероружием. В его случае герой попадает самый обыкновенный парень, мужчина из самой обыкновенной его города, страны, и ему везет именно потому, что вокруг него, ну, либо в воле случая, либо его окружают такие друзья, которые могут ему помочь. И отсюда вот эта самоирония через всю книгу протянута, и это смотрится очень качественно, очень хорошо. Если рассматривать ее как учебник почему-либо, наверное, это все-таки больше развлекательнее сила. Хотя, конечно, здесь много говорится о чести, много говорится о настоящем мужском начале, о том, что мужчина, который дает слово что-то сделать, о том, что он должен выполнять все свои какие-то взятые на себя обязательства. Вот здесь этого очень много. Здесь главный герой настоящий мужчина, который показывает, как себя надо вести даже в самых экстремальных ситуациях, даже когда нет другого выхода. Книга «Меч без имени» — это начало, пожалуй, самой крутенской трилогии, которая вообще была написана, пожалуй, в России. У книги два продолжения есть, и, как пишет сам автор в некоторых рецензиях и во второй части книги, то первая книга похожа на, пожалуй, такой экшен-боевик, который приятно смотреть, он читается легко. Кстати говоря, первую книжку, когда мне попал в руки, я прочитал всего за сутки. Я утром сел и вечером встал, закрыл книгу, сказал, что я ее прочитал. Вторая книга — это такой уже маститый блокбастер, а третья, ну, пожалуй, третья часть этой трилогии, пожалуй, такая с легким оттенком мелодрамы. Там очень много лирических отступлений, очень много рассуждений о том, какова жизнь, о чем она и так далее. Но эта книга — это прямо боевик с участием Джеки Чана, если рассматривать ее в параллель с кинематографом. Я повернулся к ним и элегантно расклонился. Дурак! Когда я оглянулся назад, было уже поздно. Меч стражника дотянулся до меня и, распоров рубаху, оставил длинную глубокую царапину на моем плече. Вы что, с ума сошли? Больно же! Но этот битюк лишь рассмеялся, демонстрируя гнилые зубы, и вновь бросился на меня. Я не бог какой есть фехтовальщик, прямо скажем, почти никакой. Но уж он-то точно был хуже меня. Мне удалось выбить у него меч и резко подбросить мир. Правда, в результате и я выпустил рукояти, и два наших меча закувыркались в воздухе. На землю упал один. Вернее, даже не упал, а медленно опустился клинком вниз, слепя золотым сиянием. Но это был не мой и не его меч. Меч без имени. Андрей Белянин. Рекомендую к чтению. Рекомендую к чтению.